Возвращаюсь резинкой за телефон. Кстати, доброе утро. Идем пить таблетки, потому что без таблеток никуда. После всех утренних процедур с лицом я пью таблетки, а потом снова возвращаюсь в ванную, чтобы принять душ и уделить время уходу за волосами. На самом деле, достаточно часто меня спрашивают о том, как я ухаживаю за волосами и сохраняю их мягкость и красоту каждый день. Хочется сказать, что так было не всегда, и мои волосы пористые, они часто обламываются на кончик, и в целом выглядели не лучшим образом. А еще этому способствовала плохая экология в городе и пить. Но сейчас я пользуюсь коллекцией Herbal Essence с алоэ маслом авокадо. Эта линейка не содержит сульфатов, поэтому идеально подходит для мягкого и деликатного очищения. А еще она прекрасно восстанавливает и питает мои волосы, благодаря натуральным ингредиентам в составе, качество которых подтверждено ботаническим садом Кьюм в Лондоне. Это мировой авторитет в области ботаники. После того, как я промыла волосы шампунем, идет очередь маски. И это суперпитательная линка от Herbal Essence с органовым маслом и натуральными растительными экстрактами. Если бы я вам могла передать ее аромат через экран, я бы обязательно это сделала. Продукты пахнут просто невероятной. Маску я наношу на влажные волосы на 3 минуты и после этого смываю водой. После всех мочек процедур я провожу еще один бьюти-ритуал. На подсушенные волосы я наношу масло 8 в 1 для придания гладкости и блеска. И я использовала на всю длину волос, не затрагивая корни. И вуаля, у меня гладкие, живые, здоровые волосы. Все благодаря Herbal Essence. Итак, время завтрака. Мы сейчас будем готовить на этой прекрасной кухне. Как вы могли заметить, я сейчас не дома. Я буду делать авокадо-тост и еще чихну. Ну, чихну. Кузя. Я, конечно, забыла с собой весы взять. Если честно, так как я считаю, там калорий, что такое, я забыла взять с собой весы. Ммм, очень грустно мне от этого, что я забыла их с собой взять. Потому что я ничего не смогу посчитать. Но я на глаз плюс-минус прикину. Конечно, скорее всего, показатели вообще бы другие были. Ну, ладно. Давайте начинать готовить. И для этого нам, соответственно, нужно будет порезать хлеб и потом его посушить. Для этого нам понадобится сковородка. Берем нашу сковородку. Ребушок я режу, а потом подсушиваю на сковороде на среднем огне и без масла. Обязательно без масла. На два тоста беру вот такой вот авокадо. Он достаточно большой, поэтому я возьму половинку авокадо. Если у вас маленькая авокадо, потому что, знаете, такие маленькие, которые стандартные, берите все авокадо полностью на два таких тоста. Ну, я возьму маленькое и его, соответственно, порежу. Если вам вдруг интересно, авокадо в итоге понадобилось меньше. Я использовала только одну четвертую этого авокадо. То есть половинку вот этой половинки. Вот так вот. Поняла, что у меня, по-моему, многовато авокадо получилось. Ладно, будем использовать как бы это. Кстати, факт, я очень люблю авокадо и вообще обожаю авокадо-тосты. Но вот именно сегодня, именно вот этим утром, у меня не было моего любимого перца, который я добавляю обычного авокадо. Это смесь перцев. Господи, это дает такой невероятный вкус. Это вот такая вот перчинка идеальна. Но у меня не было этого перца, поэтому пришлось входиться без него, как бы. Но так обычно я его тоже всегда добавляю. Это мой такой идеальный, идеальный вкус авокадо с перцем. У нас остались последние штришки. Положить рыбку. Как я и говорила, я взяла вот такую в самокате. Мне нравится слабосоленая именно форель, поэтому... Да, открываем как-нибудь. Открыла. Самый приятный факт, мне попалась рыба, в которой были кости. Хотя это рыба, которая, по идее, должна быть очищенная. Ну ладно, в целом, это мое утро все равно не испортило. Вообще, ей, по идее, нужно сесть с вами, там, начать завтракать. Но реалии таковы то, что я готовлю завтрак Денису. И не сажусь кушать. Я готовлю завтрак для него, и потом мы только вместе садимся кушать. Сейчас буду готовить завтрак точно на такой же для него. Пока поджаривается хлебушек Дениса, я решила сделать небольшой рум-тур по апартам, где мы остановились. В общем-то, здесь такое зеркало. Такое вот, оно небольшое. Вот, тут потом идет такая штучка, чтобы одежду повешать. Вешалка тут, наша обувь, карточка тут под номер, точнее, ключики тут у нас вверх, соответственно. Очень красивая ванная, я думаю, вы ее уже видели. Сейчас, я включу. Очень суперская, просто тут есть джакузи, как вы можете заметить. Очень большой туалет, соответственно, там батарея, ну и зеркало. Инна еще, кстати, есть. Тут есть шкаф, далее наши шмоточки. Это основная, как бы, комната. Тут такой небольшой столик, у нас тут еще не убрано. Денис. Небольшой столик, такие стульчики. Есть диванчик, красивый вид. Так вот, мы на 17 этаже, кстати. Денис лежит. Большая кровать, очень удобная. Также две тумбочки, тут светильнички. Денис. Денис не идет в комплекте с этим номером. Все тумбочки и вот такой вот островок с кухней. Раковина, тут посудка шла еще. Вытяжка, тут тоже всякие чашечки. Бокальчики, холодильничек. Здесь морозилочка. Тут стиральная машина еще есть. Микроволновочка. Ой, ешкин кот, сгорели. На восьмерку поставила и ушла. Так, бутербродики мы переделаем. Вот здесь столовые приборы у нас шли. Также вот тут еще есть штучки типа кастрюли, там вот этих поварешечек. И там мусорка получается. И еще тот феррик таки есть. Так-то так. Мне кажется, очень мило, очень красиво здесь. Я бы пожелала, чтобы еще видео какие-нибудь снять. Дюм исправляет Денис огорелые бутерброды. Может, что-то пошло-то так. После того, как я исправила казус, произошедший с хлебом Дениса, я сажусь отвечать на письма по сотрудничеству. И также я отвечаю в телеграме, всем и так далее. В общем, провожу немножечко такой ресерчинг за ноутбуком. И стараюсь в первые часы утра не залазить вообще в телефон и в целом в социальные сети, чтобы, возможно, не портить себе настроение на день. Потому что порой там не самая важная и добрая в каком-то смысле информация находится. И без телефона я будто бы чувствую себя спокойнее в первые часы. Поэтому и предпочитаю проводить время без него. Медленно и умиротворенно я готовлю завтрак. И после этого, как я говорила, проверяю почту. И, кстати, с ноутбуком нет потребности лезть в социальные сети. Потому что там это просто неудобно делать, нежели в Инстаграме. Ты сразу на автомате залезаешь в свою папочку с социальными сетями. И там начинаешь что-то смотреть. В ноутбуке такого нет, потому что там нет такой мобильности, как с телефоном. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Надеюсь, вкусно тебе выглядит. Если не вкусно, то поскорее. Не вкусно. Понятно. Как думаешь, сколько здесь грамм рыбы? Не знаю. Молый глаз? Не знаю, по 6 грамм. 25,5. Блядь, грамм 40, надо. Всем привет! Это Лиза из будущего, которая монтирует сейчас это видео, у которой пластырь очень классно выглядит. В общем, я хотела сказать, что это видео получилось достаточно коротким. И, возможно, мне надо было больше, знаете, показать прям намного медленнее мое утро. Потому что обычно оно проходит примерно где-то час, оно длится. Именно вот это вот утренняя-утренняя рутина. Я еще хотела показать вам, как я делаю растяжку. Иногда на нее с утра бывает настроение. Именно в это утро оно было, но я не успела это делать, потому что мы уже должны были уезжать, и у меня садилась камера. Поэтому мы имеем то, что имеем. И следующее утро, которое я сниму, я обязательно сделаю его минут на 40-30. Прям максимально умиротворенным, максимально таким, какое оно у меня реально есть. Если вы хотите такое прям суперподробное утро, минут на 30-40, то напишите об этом в комментарии. Поэтому сейчас вы можете посмотреть концовку, которую я для вас любезно записала. Мы собираемся домой. Это было все мое утро. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И да, большое спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами уже очень скоро в следующем видео. А еще у меня грязная камера. У меня садится камера, поэтому всем пока.